Специально мы их нагружали, специально тренировали, специально кормили для этого. 12 пушистых полярников. Их специально выращивали для этой экспедиции. Символический старт дан. Больше всего я переживал и переживаю не за испорченную карьеру, потерянные деньги или нервы, или время, а за топор на загубленный сотрудниками МВД фестиваль воздуха. Последнее слово Максима Мазуровского после трех лет уголовного преследования. Привет, жительницы Карелии. Мода в музее ИЗО. Шанель, Кристиан Диор и в Сен-Лоран. Историк моды и коллекционер Александр Васильев привез к нам работы известных французских домов моды. Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Сегодня из поселка Матросы был дан символический старт экспедиции Федора Конюхова. Карелия, Северный полюс, Южное побережье Гренландии. На этот раз напарником известного путешественника стал наш земляк, житель Пряжинского района Виктор Симонов. Смельчакам предстоит преодолеть на собачьих упряжках около 4000 километров. Виктор Симонов и Федор Конюхов в хорошем расположении духа. Экспедиция, которую они готовили два года, наконец стартует. Все проблемы позади. Путешественникам, как и их верным четвероногим друзьям, уже не терпится отправиться в путь. 35 лет назад Наоми Уймура, японский путешественник, хотел пройти этим маршрутом. А мы, как путешественники, считаем его нашим учителем, который открывал эру одиночных путешествий. Я давно мечтал пройти такие маршруты. Японец в свое время тоже шел на собачьи упряжки, но всю дистанцию преодолеть не смог. С нашими путешественниками в путь отправятся 12 пушистых полярников. Хоть по породе они и чукотские ездовые, но выращенные подготовлены были в Карелии. Специально мы их нагружали, специально тренировали, специально кормили для этого. Собака же не только физически должна быть готова, она должна быть готова еще и внутренне, чтобы у нее там все были витамины и так далее, минералы, чтобы все было в ней заложено. А для этого мы сделали огромную работу. Если все пойдет по плану, то уже 6 апреля участники экспедиции на вертолете прибудут на норвежскую полярную станцию Борнео. А дальше длинный путь от Северного полюса сначала по льду Ледовитого океана, а затем через всю Гренландию. Путешественники говорят, что прошли бы и больше, но им просто не хватит зимы. Кстати, экспедиция носит в том числе и научный характер. В Арктике Конюхову и Симонову предстоит провести целый ряд экспериментов. Итак, символический старт гонки Дан. Впереди у путешественников 4000 километров по арктическим и гренландским льдам. Ну а через 4 месяца Виктора Симонова, Федора Конюхова и пса по кличке Черке будут встречать Юрий Каулио и Максим Шумейко. Телеканал Ника+. Пересекающим границу с Финляндией не придется выходить из машины. В течение двух следующих лет финские пограничники намерены ввести новый порядок прохождения пограничного и таможенного контроля. Правда, новое введение коснется не всех. Пересекать границу, не выходя из машины, смогут те, кто въезжает в Россию по зеленому коридору и не имеет с собой товаров, подлежащих декларации. Этим людям необходимо будет только показать документы сотруднику таможни. Новая система поможет облегчить ситуацию с пробками на границе. Серьезная авария на Верхней Свирской гидроэлектростанции. Возгорание на одном из генераторов. Есть пострадавшие. По такому сценарию сегодня в Ленинградской области прошли учения энергетиков. Туда отправились и специалисты из Карелии. На месте сейчас работает наша съемочная группа. По телефону мы связались с нашим корреспондентом Ефимом Овчинниковым. Сирены звучали сегодня на Верхней Свирской гидроэлектростанции. Здесь провели учения. Все возможные экстренные службы отрабатывали готовность к предстоящим паводкам. По сценарию на станции произошел пожар. Один из генераторов отключился. Пытаясь спасти ситуацию, ногу сломал работник ГЭС. Пострадавшего эвакуировали оперативно. Подтопление территории в связи с выходом из строя оборудования удалось избежать. Таким образом энергетики готовятся к сезону большой воды. Паводки это всегда дополнительная нагрузка на гидросооружение. Кроме того, вместе со снегом в водохранилище и реки попадает различный мусор. Это могут быть выброшенные старые вещи, а также ветки, бревна, трава и торф. Как раз слаженные действия по очистке оборудования от мусора также отрабатывали на сегодняшних учениях. По предварительным данным, энергетикам за тренировку уже поставили оценку 4. Максим Мазуровский сказал свое последнее слово. Почти три года организатор фестиваля «Воздух», бывший чиновник арельского правительства, находился под прессом уголовного преследования. Как заявил Максим сегодня в суде, он стал лишь разменной монетой в чужой игре. Слишком много политики в громких уголовных делах. Так начал свою последнюю речь в суде Максим Мазуровский. По его словам, в фактуре, предъявленных ему и Елене Шаблиной обвинений, лихо растиражированных в средствах массовой информации, в принципе, нет состава преступления. Именно поэтому дело так долго тянулось и пухло, а нам приходилось пройти через множество судов, десятки отписок контролирующих органов, их уловок и даже прямой лжи. Очевидно, что сторона обвинения, привыкшая жить за чужой счет, далека от понимания, что такое предпринимательская, инновационная и даже государственная деятельность. За время госслужбы Максиму с группой единомышленников за короткий срок удалось привлечь в сферу молодежной политики немало бюджетных средств. Одним из самых больших достижений стал форум «Гиперборея», отмеченный в том числе и за пределами Карелии. Мазуровский признался, вместе с верными решениями он допускал и ошибки, но этот результат до сих пор никто не может даже повторить. В планах у автора «Гиперборея» и «Воздуха» было сделать всю Карелию современным брендом. Больше всего я переживал и переживаю не за испорченную карьеру, потерянные деньги или нервы, или время, а за топор на загубленный сотрудниками МВД фестиваль «Воздух». Травя меня, они ударили по самому яркому, самому любимому жителями Карелии культурно-массовому проекту, которым я горжусь до сих пор. Запретили, растоптали, не дали людям принять участие в мероприятиях в его поддержку, а затем при помощи нового руководства Карелии не дали и возродить фестиваль «Воздух». Даже сегодня, несмотря на поддержку городских и республиканских властей, фестиваль невозможно провести из-за малодушной политики, позиции силовиков. Сославшись на занятость по другим делам, судья Елена Лазарева перенесла двухминутное последнее слово Елены Шаглиной на 9 апреля. Приговор будет вынесен ориентировочно в конце месяца. Новости на телеканале Ника Плюс. Мы продолжаем. Музей-заповедник Кижи претендует на роль одного из самых узнаваемых символов страны. В самом разгаре конкурс по определению 10 самых ярких памятников природы, архитектуры и культуры России. Мультимедийный проект-конкурс «Россия-10» проводит телеканал «Россия-1» и «Русское географическое общество». На сайте 10Russia.ru полным ходом идет голосование. Пользователи выбирают достопримечательности, которые претендуют на роль самых узнаваемых символов страны. Каждый пользователь может без регистрации зайти на сайт проекта и отдать свой голос. Всего для участия в конкурсе в ходе предварительных голосований, проведенных в регионах России, было отобрано более 700 объектов. Сейчас, на первом этапе он продлится до 30 июня, по северо-западу музей-заповедник Кижи уверенно занимает первое место. В финал выйдут 30 российских памятников. Победителями конкурса станут 10 объектов, набравших в финале наибольшее количество голосов. Их макеты к 2015 году появятся на территории уникального ландшафтного парка «Россия» в Подмосковье. Премьерный показ в Петрозаводске. Свою коллекцию «Французская мода 80-х» в столице Карелии представляет историк русской и французской моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. Французская мода 80-х – это мода сильной женщины. Об этом, а также о том, что в моде сейчас. Александр Васильев рассказал ведущий программы «Трэнди-брэнди» Александре Репниковой. Коллекция фотографий сотрудниц музея «Изо» пополнится теперь и такой. Ведущий программы «Модный приговор» впервые в Петрозаводске по приглашению нашего музея. Коллекцию «Французская мода 80-х» Александр Васильев собирал много лет. Здесь больше 10 тысяч платьев, аксессуаров, сумок и обуви. Это была мода сильной женщины. Это была эпоха Маргарет Тэтчер. Это была эпоха сериала «Династия и Даллас». Это была эпоха женщины-директора банка, женщины-премьер-министра, женщины-руководительницы предприятия. Это все возникло в 80-е годы. Поэтому мода этого времени была прославлена своими подкладными плечиками. Очень блестящим образом, очень объемным образом женщина должна была быть больше, чем она есть на самом деле. Все это богатство, а большинство вещей приобретены за большие деньги, хранятся в помещениях со специальным музейным оборудованием. Такие хранилища у Александра Васильева есть в разных странах. Известный российский модник, всегда одетый с иголочки, уже провел творческую встречу с петрозаводскими модницами и модниками. И нам рассказал о современных тенденциях моды. Белый цвет, лидер продаж черный цвет, депрессивные цвета мирового кризиса, а многие модные цвета связаны как раз с эстетикой 80-х, которую я здесь представляю. Это ярко-зеленый, красный, розовый, оранжевый, желтый цвет. Это рекордный продаж сегодня. Приходите на выставку французской моды в музее ЗО, а также смотрите интервью с Александром Васильевым в программе «Трэнди брэнди» в четверг 11 апреля, сразу после программы новости. Чем опасны дизайнерские наркотики и зачем тестировать школьников на потребление наркотиков, об этом сегодня в программе «Гость в студии» расскажет руководитель карельского наркоконтроля Александр Пшеницын. А новости на сегодня все, они также доступны в интернете по адресу nicodefismedia.ru. А я, Юлия Кучеренко, с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok